Здравствуйте! Всем, кто слышит меня, спасибо за вопросы, которые вы задаете. Это значит, что вам интересно дело, которым вы занимаетесь. Естественно, человек, знающий и понимающий, что он делает, как и для чего, принесет гораздо большую пользу, нежели в обратную сторону. Первый вопрос. Дмитрий Юрьевич, вы не первый год проводите сборы Мушкова. Следующим летом планирую сделать для своих детей небольшой аналог вашей летней школы Мушкова с выездом в Крым или Краснодарский край, возможно, в среднюю полосу. Расскажите о целесообразности, пользе для ребенка и всех плюсах летних клубных мероприятий с выездом на природу. Вкратце об этом рассказать практически невозможно, потому что слишком большой объем и вопросов, и всего того, что происходит на подобных мероприятиях. Основные моменты я постараюсь затронуть сейчас, а если вам что-то будет интересно в будущем, вы также можете об этом узнать, если, конечно, захотите. Первый момент, который я использую, основной, это, естественно, сбор людей. То есть в любом случае, если вы проводите какие-то мероприятия со своими учениками, ученицами, это уже хорошо, потому что вы объединяете их, они видят вас, они познают друг друга совсем в другую бампуа, нежели спортивный зал. И, соответственно, у многих растет дружба, отношения между собой, и коллектив формируется уже достаточно более крепкий, ниже просто работа с детьми в секции. Это первое. И поэтому любой момент, который можно использовать для выезда с детьми куда-то, он уже правильный сам по себе. Если говорить чисто про сборы, то вы не указали, какую цель основную вы преследуете в этой поездке. Если брать сборы, которые провожу я, неспроста я выбрал месяц август, и неспроста я выбрал именно среднюю полосу под Питером. Если ехать на море, то все равно солнце, оно забирает очень много энергии. И когда проводится много занятий на солнце, в тяжелом климате, в таком жарком, то вместо того, чтобы что-то приобрести, можно потерять. В плане по здоровью, по сердцу, потому что тренировки, как вы сами понимаете, для человека, который всю жизнь прожил, например, в Подмосковье, или под Питером, и он оказывается в жарком климате, организм перестраивается, и в будущем это может быть проблема для здоровья. Отдыхать, да, заниматься плаванием, еще чем-то спецификой какой-то, но проводить полномасштабные сборы по боевой технике, это, на мой взгляд, не совсем верно. Поэтому я выбрал именно это место. Второй момент самый важный. Это то, что вы должны понимать, что в первую очередь поставить основную задачу, то, о чем я выбрал ранее. Если этой задачи нет, и дети едут просто на сбор, то, соответственно, такой большой пользы от этого мероприятия не будет, я имею в виду в плане техники или иной подготовки специальной какой-то. Ну и третье, если так вкратце, в любом случае, если у вас есть четкая программа, в которой вы хорошо разбираетесь, если у вас есть связь с родителями, если вы правильно подобрали детей, которые будут на этом сборе присутствовать, это очень о многом говорит. Если вы везете детей разных возрастов, с разной подготовкой, то проведение такого сбора сразу же усложняется, потому что им всем нельзя давать одно и то же. Значит, вы должны будете их разделять. Вы должны тоже это учитывать, и вы не сказали об этом в своем вопросе. А это иногда является самым основным, самым важным. Ну и последнее. Если вы это уже делаете, это уже хорошо. Дай Бог, чтобы у вас все получилось, и я верю, что люди, которые пытаются заниматься с детьми, проводят такие сборы, они дают большой плюс и мальчикам, и девочкам, и самим себе, и их родителям. И немаловажный вопрос, который я также хотел бы указать из всего того, что я сказал. Это, конечно, простые слова техника безопасности. Естественно, летом купаются все. Если вы неграмотно организовываете это мероприятие, то очень много опасностей. Когда начинается лето, это уже практика, к сожалению, жизненная. Достаточное количество детей просто тонут из-за неправильной подготовки их входа в воду, выхода и так далее. Там много тонкостей, которые нужно учитывать. Потом нужно понимать, что если Крым или, не знаю, куда в гору вы идете, так же, если не подготовлены дети, это так же очень опасно, может закончиться все не очень хорошо. И, соответственно, тренировки. Например, многие тренера, посмотрев мои тренировки в Ушково, стали пользоваться теми же методами. и их ученики, я не буду сейчас говорить, кто? Их ученики и ученицы получили травму. Все из-за того, что люди просто видят что-то, пытаются это воспроизвести, не понимая тонкостей, не понимая, как правильно обезопасить спортсмен или спортсменку, и не понимая даже, какое необходимо снаряжение в этом случае. Поэтому все то, что касательно техники безопасности, это, пожалуй, будет являться на данном этапе, и вообще на любом этапе любого сбора, самым основным. Поездка в поезде, это так же повышенная опасность, если вы едете с детьми, он вышел на остановку, не предупредив вас, у вас нет контакта с ним такого, потому что кто-то, бывает, своих учеников вам отдает на сбор, или бросит там, Петя, давай, возьми моих двоих, а они совершенно из другого коллектива, они заскучали, там вышли где-то и остались. Отвечать будете за это вы. И если уж говорить по большому счету, то прежде чем ехать куда-то или что-то делать, вам нужно все эти вопросы поднять, обсудить и понять, что вы в них разбираетесь и действительно можете провести нормальный сбор без проблем и с пользой. Так что я только за, и спасибо, что вы это делаете. Субтитры сделал DimaTorzok